С нами на прямой связи Дмитрий Солоников, директор Института современного государственного развития. Господин Солоников, здравствуйте. Добрый вечер. Господин Солоников, вот как мы помним, США подвергли критике решения грузинского правительства относительно принятия закона об иноагентах и аналогичную позицию занял Евросоюз. А может ли данный законопроект оказать влияние на переговоры о членстве Грузии в Европейском Союзе? Во многом да. Соединенные Штаты, Евросоюз действуют по принципу «on lecit yövi, non lecit boi». Что разрешено Юпитеру, то не позволено быку. И Соединенные Штаты могут охранять свою юрисдикцию от внешнего вмешательства, но это не позволено тем государствам, которые управляются из Соединенных Штатов. Поэтому да, конечно, Грузия в данной ситуации пытается продемонстрировать некую самостоятельную позицию, апеллировать к взаимоуважительным, чуть ли не равноправным отношениям США и Евросоюзам. Но таких отношений нет. Нет стран, которые Соединенные Штаты считают для себя равноправными. Государство или находится под контролем США, и тогда это рукопожатное руководство данного государства, или оно не выполняет указания США, и тогда те переговорные процессы, которые организуются вместе с США, вместе с Европой, начинают тормозиться. Так что в данной ситуации для Грузии действительно есть такой экзистенциальный выбор. Или суверенитет и собственное уважение, собственная гордость. Или полностью показать, что управление Грузией находится в руках западных партнеров Соединенных Штатов, Брюсселя. С этим смириться и дальше продолжать те переговоры, которые у Грузии были. Третьего пути здесь нет. Здесь или самостоятельность, или внешнее управление. Поэтому ненужной иллюзией Грузия выбирает сейчас или национальную гордость, или вхождение на правах младшего партнера, совсем младшего, в внешнее управление США. В целом, на ваш взгляд, каковы последствия такого грубого вмешательства западных политиков в законодательный процесс суверенного государства? Не нарушает ли Запад основу демократии, вмешиваясь во внутренние дела Грузии? Ну, демократия, как известно, это правление демократов. И если западные демократы считают, что в Грузии не они правят, ну, значит, они должны вмешаться для того, чтобы поставить свое внешнее, в кавычках, демократическое управление в Грузии. Наверное, в Грузии готовится очередная цветная революция. В общем, все идет к этому, и Запад, Соединенные Штаты, Европейский Союз готовятся к смещению партии «Грузинская мечта», которая по всем социологическим вопросам сейчас лидирует в преддверии осенних выборов. Задача не допустить ее снова до власти, организовав такой уличный сценарий переворота. Собственно, это в свое время получилось в Армении, почему бы сейчас это не получилось в Грузии? Я думаю, что дело идет к этому. Вот если провести историческое сравнение, то мы видим, что закон об иностранных агентах был принят в США в 1938 году. То есть автором глобальной идеи являются сами Соединенные Штаты Америки. И если этот закон фундаментально противоречит свободам, не могут ли Соединенные Штаты подать примеры и отказаться от закона об иностранных агентах? Ну, наверное, могли бы это. Хороший был бы, да, ход. Ну, он нереалистичный. Соединенные Штаты никогда не примут законодательство, которое бы освободило средства массовой информации, политические институты от контроля их финансирования, тем более от контроля за финансированием из-за рубежа. Поэтому, конечно, ход был бы хороший, интересный, но он никогда не произойдет. А вот в целом, можно ли утверждать, что в Грузии имеется кризис власти? И если это так, то приведет ли он к гражданской войне? К гражданской войне вряд ли. Все-таки в Грузии не настолько противостояние внутри общества, если говорить именно про общество. Раз. Два. Нет организационных сил с достаточным количеством оружия и достаточно организованных, чтобы была именно война. Да, поэтому гражданская война вряд ли. Но государственный переворот, еще раз, да, его будут пытаться сделать так же, как сделали на Украине, так же, как еще раз сделали в Армении. И этот сценарий Запад активно в Грузии раскачивает. Это не проблема Грузии, это проблема манипуляции Грузии из-за рубежа. Само грузинское общество, если бы не манипулировалось из-за рубежа, как раз на что и направлен данный законопроект. Если не было бы финансирования протестного движения, альтернативных СМИ из-за рубежа, все было бы внутри грузинского общества. Ничего бы не было, жили бы наши соседи по Кавказу спокойно и достаточно мирно. Но, так как они управляются и их политические процессы модерируются внешними силами, то, да, там кризисный сценарий в рамках переворота вполне возможен. Гражданская война вряд ли. Благодарю, господин Солоников. Большое спасибо, что уделили нам время. Всего доброго. Спасибо, счастливо. С нами на прямой связи был Дмитрий Солоников, директор Института современного государственного развития.